Сегодня мы начинаем новый цикл под названием «Расшифровывая книгу Откровения». Сегодня мы посмотрим на обедование, которое Иисус дал тем, кто любит его, и изучает его слова в этой книге Откровения. Оставайтесь с нами. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер Славит вас, и шалом, возлюбленные! Меня зовут Равин Шнайдер. Я очень рад быть сегодня с вами на этом особом выпуске передачи «Узнавая еврейского Иисуса». Сегодня я начну новый цикл, который называется «Расшифровывая книгу Откровения». Многие из нас хотят понять книгу Откровения, но она кажется нам странной и пугает нас. Мы пытаемся читать ее, но не понимаем. Вот почему многие верующие не знают, о чем книга Откровения. Возлюбленные. В этом цикле я хочу упростить книгу Откровения. Я помню, как когда только стал верующим, 30 лет назад, и открыл книгу Откровения, то не понял ее. Кроме того, она напугала меня. Ведь когда я прочитал обо всех тех ужасных вещах, которые будут происходить на Земле во время скорби, то мне было трудно принять то, о чем говорит Библия. Она рассказывала о семи чашах гнева. Я не понимал, как все это может идти в паре с любовью Божией, о которой я читал в Евангелиях. Было такое чувство, словно это два разных бога. Одним богом был Иисус, который собирал к себе детей и благословлял их. О нем я читал в Евангелии. А когда я прочитал книгу Откровения, то, как мне показалось, я увидел совсем другого бога, а не того Иисуса, который благословлял детей. Это так расстроило и запутало меня, что я не дочитал книгу Откровения. Я помню, что в библейской школе у нас был чудесный профессор, который учил о последних временах. Это был курс по книге Откровения. Мне нравился этот профессор, а я ему. Я очень нравился ему, потому что был единственным евреем в школе. У нас действительно были чудесные отношения. Я получил пятерку по этому предмету, а почему? Потому что выучил все ответы. Но когда курс закончился, несмотря на то, что у меня была пятерка по нему, я все равно не понимал книгу Откровения. Книга Откровения была загадкой для меня. Я не мог понять ее. Но 10 лет назад Иешуа начал открывать мне ее парадигму, давая способность к пониманию книги Откровения в контексте. И на протяжении этого цикла я постараюсь расшифровать для вас книгу Откровения. Я помогу вам понять ее. Не всю, потому что частью все еще остается загадкой. Мы не знаем, как именно исполнятся некоторые события. Но к концу этого цикла вы будете знать достаточно для того, чтобы понимать основные события книги Откровения. Я верю, что это принесет вам мир. Иисус сказал в Откровении 1 главе, 3 стихе, и в 22 главе следующее. «Блажен, кто читает» и прислушивается к словам этой книги. Есть особое благословение, которое приходит к тем, кто читает книгу Откровения, изучает ее и применяет на практике. Мы не можем отложить ее, потому что она кажется странной или страшной. Я прочитаю, что сам Иисус говорит в этом Откровении 1 главе, 3 стихе. Выслушайте, пожалуйста, Слово Божие. Он говорит через апостола Иоанна следующее. «Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем». Также я хочу прочитать вам и далее слова самого Иисуса из последней главы Библии. Сначала мы прочитали 1 главу, 3 стих, а теперь давайте перейдем к 22 главе, 7 стиху. Это слова самого Иисуса. Он говорит в Откровении, 22 главе, 7 стихе. «Се гряду скоро». Блажен, соблюдающий слова пророчества книги сей. Отче, мы просим, чтобы ты пришел и просветил нас, открыл наши глаза, чтобы мы видели, а наше сердце понимало, когда мы будем смотреть на тебя в этой важной книге Откровения. Мы просим во имя Иисуса, чтобы ты открыл наши глаза на твою истину. Используй этот цикл по книге Откровения, чтобы приготовить твою церковь встретиться с тобой лицом к лицу. Быть невестою Мессии Иешуа, когда Он вернется на землю. Дай нам достойно приготовить себя ко встрече с нашим Мессией, Господом Иешуа. Вернемся к нашей программе. Я хочу остановиться на минутку и рассмотреть общую атмосферу, в которой мы оказались сегодня. Думаю, все мы согласимся в том, что жизнь на Земле стала опасной, как никогда ранее. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Если вернуться на 200 лет назад, к 19 веку, то мы увидим, что все менялось очень медленно. Иными словами, человек, который рос в 19 или 18 веке 200-300 лет назад, жил практически так же, как жили люди за 100 лет до него. Его жизнь мало чем отличалась от той жизни, которая была у людей через 100 лет. Иными словами, 200-300 лет назад жизнь была практически неизменной, как при жизни ваших родителей, так и при жизни ваших детей. Прогресс происходил весьма медленно. Жизнь на Земле менялась очень медленно. Но если перемотать на наши дни, то все меняется очень быстро. Знаете ли вы, что Иисус вспоминал пророка Даниила, когда говорил о последних временах в Евангелии от Матфея 24 главе? Иисус, говоря о последних временах, цитировал пророка Даниила. Только послушайте, что говорит Даниил в своем пророчестве о последних временах. Он говорит, что в последние времена нас ждет мир, в котором знания значительно вырастут. Даниил говорит, что видел людей, которые будут путешествовать туда-сюда по земле. Иными словами, Даниил видел мир, который двигался очень быстро. Это тот мир, в котором мы живем сегодня. Мы действительно входим в период последних дней. И когда мы видим духовный климат вокруг нас, то ощущаем факт неизбежной опасности впереди. Мы ощущаем, как сгущаются тучи. Мы чувствуем, что-то идет не так. А знаете, это чувство небеспочвенное. Например, давайте посмотрим на состояние мира сегодня. Мы оглядываемся по сторонам и видим, как по всему миру происходят террористические атаки. Почти каждый месяц люди теряют жизни из-за таких атак в местах, о которых мы даже не слышали несколько сотен лет назад. Я говорю о кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, аэропортах и так далее. Мы живем в опасные времена. Как говорил Павел, знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Давайте также посмотрим на экономики стран. И не только на экономику нашей страны. Многие американцы знают, что наш долг достиг триллионов долларов. Но я говорю не только об экономике Америки. Я говорю об экономике по всему миру. Многие страны мира сейчас находятся в хрупком положении. Многие экономики находятся на грани банкротства. Бывший премьер-министр Британии сказал, что, глядя вперед, мы понимаем, в каком опасном положении находится сегодня мировая экономика. На самом деле, страны, которые когда-то смотрели на США и Китай, вдохновляясь нашими экономиками, теперь смотрят на нас с подозрением, возлюбленные. Сейчас все нестабильно. Вам может казаться, что все стабильно, но так же стабильно все выглядело перед падением фондового рынка. Это похоже на землетрясение. Когда вы оказываетесь на земле перед землетрясением, вам не кажется, что что-то не так? Прямо перед землетрясением вы можете гулять по парку, может быть чудесная погода, вы можете видеть прекрасные листья на деревьях, слышать пение птиц. Все может казаться чудесным, но мы не осознаем, что под поверхностью земли идут линии напряжения. Земля готова треснуть на поверхности, даже несмотря на то, что нам кажется, что поверхность стабильная. Просто все это невидимое напряжение под поверхностью земли внезапно высвобождается, и поверхность земли раскрывается, неся ужасающие последствия. Возлюбленные. Хоть вам может оказаться, что сейчас все стабильно, я хочу сказать вам, что под стабильностью начинают появляться трещины. Это приведет к великому разрушению на земле. Если вас шокирует то, что я говорю, то вам стоит посмотреть на слова, которые сам Иисус сказал об этом. В Евангелии от Матфея, 24 главе, Иисус сказал нам, что народ восстанет на народ. От царства на царство. Наступят опасные времена по всей земле. Иисус сказал, что не было времени, похожего на это, и впредь не будет. Если бы не сократились эти дни, то никто не спасся бы. Возлюбленные, мы должны приготовиться. Мы должны трезвиться и быть готовыми. Я хочу поговорить вот о чем. Мы затронули экономику, террористические атаки. Но есть еще одна вещь, которая также связана с этим посланием. Иисус говорил о том, что признаком последних времен будут ужасные войны. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Общество очень продвинулось в этом. Возлюбленные. 50 лет назад маленькие страны ничего не могли поделать с такими титанами, как СССР и США. Но сегодня, когда даже у маленьких стран есть ядерное оружие, мы оказываемся близки к тому моменту, когда какая-то страна, для которых США и Израиль являются врагами, может устроить ядерную атаку на нас. Возлюбленные. Это будет началом того, что Библия называет Армагеддоном. Это невозможно остановить. Возлюбленные. У нас есть великая сила на Земле. Я говорю о малых странах, которые обрели силу благодаря ядерному оружию. Они направляют оружие против США и Израиля. Возьмем для примера бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадиниджада. Он готов был использовать ядерную мощь своей страны против США и Израиля. Кроме того, есть лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он использует ядерное оружие своей страны, угрожая им США. Мы живем в опасные времена. Вскоре одна из этих стран нанесет ядерный удар по Западу и Израилю. Мы не можем прикидываться, словно этого нет. Мы не можем надеяться, что все это исчезнет само собой, потому что этого не случится. Мы движемся к концу времен. Нам достаточно взглянуть на упадок морали. Некоторые считают мораль в западном мире маятником. Они думают, что люди забывают о морали, но потом время исправит все, и маятник вернется назад. Но я хочу, чтобы вы услышали меня, возлюбленные. Маятник не вернется на центр. Распад цивилизации также происходит в сфере морали. И прежде чем падет страна, падает ее мораль. Например, в Соединенных Штатах Америки мы знаем, что половина браков заканчивается разводами. Мы легализовали гомосексуальные браки. Если сегодня у вас проблемы с этим, или вы даже гордитесь таким образом жизни, знайте, что я люблю вас. Но я проповедую Слово Божие, и гомосексуальность это не божественный замысел Божий. Бог послал Иисуса в мир, чтобы освободить нас, лжецов, воров, эгоистов, гомосексуалистов, возлюбленные. Я считаю, что гомосексуальность это отход от изначального замысла Божьего. Это извращение его планов для мужчины и женщины. И когда общество оставляет Божий замысел, то приходит суд, как это было с Содомом и Гоморой. Писание говорит нам, что, как было во времена Содома и Гоморы, так будет и на земле перед концом. Возлюбленные, мы живем во время, когда нужно проснуться и приготовиться, ведь если мы не сделаем этого, когда ситуация усугубится, многие люди, называющие себя христианами, отпадут. Им будет слишком трудно стоять за дело Христово. Они не смогут взять свой крест, отречься от себя и последовать за ним. Возлюбленные, когда станет трудно, многие отпадут от веры. Иисус предсказывал подобное. Многие отпадут от веры. Вот почему важно, чтобы мы понимали, что нас ждут трудные времена. Павел сказал, что наступят трудные времена, и когда они наступят, мы должны быть готовы, чтобы пройти через них. Слава Господу! Я вспоминаю свои поездки в Израиль. Я ездил в эту чудесную страну восемь раз. Когда я только начинал ездить на Святую Землю, то спрашивал людей, что они думают о том, что происходит в их стране. И во время первых поездок евреи были настроены позитивно, наполнены надеждой, оптимизмом. Но я помню, как задал тот же вопрос пять лет назад и увидел, что энтузиазм угас. Они начали больше бояться, переживать. А когда я в последний раз был в Израиле, это год назад, то снова задал этот вопрос. И знаете, что ответили мне многие израильтяне? Они ответили мне в духе безнадежности. Они пробовали многое, но ничего не сработало. И теперь каждая окружающая их страна становится все сильнее и сильнее в военном плане. Они направляют свое оружие на них, возлюбленные. чувство безнадежности захватило землю. Библия говорит нам, что перед возвращением Иешуа сдерживающий больше не будет сдерживаться. Иными словами, Бог позволяет злу подняться. А когда зло поднимается, то на поверхности земли возникает все больше проблем. Но я хочу, чтобы вы выслушали меня. Я хочу поделиться с вами посланием надежды. Библия говорит, что мы лучше победителей в том, что было, есть и будет, потому что Он возлюбил нас. Иисус учил нас о последних днях. Он сказал, чтобы мы не боялись, когда увидим эти вещи, но подняли взгляд вверх, потому что наше искупление близко. Я хочу ободрить вас. Мы будем вместе изучать эту тему. Я помогу вам, пройти ключевые моменты в книге Откровения. Я также покажу вам, как пророки Ветхого Завета, написавшие Тору и Танах, говорили о том же, о чем говорят авторы Нового Завета. Я покажу вам, как Ветхий и Новый Заветы сходятся воедино в том, что они говорят о последних временах перед возвращением Иешуа. Прошу вас, оставайтесь с нами. Нас ожидает просто захватывающий цикл. Я люблю вас и теперь хочу помолиться за вас. Господь наш, Отче Небесный, во имя Иешуа Хамашиаха, мы нуждаемся в Откровении по Книге Откровения. Отче, мы хотим быть открыты для Твоего Слова. Помоги нам не сжиматься от страха и не сдаваться, когда мы сталкиваемся со стихами, которые кажутся нам странными и непонятными. Отче, мы просим, чтобы ты дал нам благодать и веру, чтобы изучать их. Отче, помоги нам вместе пройти Книгу Откровения, чтобы быть готовыми ко встрече с Тобой при возвращении Мессии Иешуа. Отче наш, ты сказал нам в Откровении 1 главе и 22 главе блажен читающий и слушающий слова пророчества сего. Отче, мы хотим быть людьми, которые будут читать эту книгу и слушаться ее. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Спасибо вам! Я очень ценю вашу книгу «Самоосвобождение». Каждый христианин должен прочитать эту книгу. Теперь я знаю, как применять покрытие его крови. Это изменило мою жизнь. Я отвергла мысли, которые сатана пытался навязать мне. Огромное спасибо вам за то, что поделились этими знаниями со мной, Молин. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня. И мы хотим помолиться за вас. Присылайте свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Ведь поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в его построении царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да, зарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да, обратит Господь к вам лицо свое и додарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Я-ва-рехехе-я-ве Ва-йиш-ма-ре-еха Я-эр-я-ве-пана-вей-ле-ха Ви-ху-не-еха Ва-ху-не-еха Ва-ху-не-еха Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего. И будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое. И да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. На следующей неделе я покажу вам, как скорбь, о которой говорил Иисус, также упоминается в Ветхом Завете. Пригласите к себе друзей, чтобы посмотреть этот выпуск вместе. До скорой встречи. Пусть Бог благословит вас. Иисус любит вас. Шалом. Я надеюсь, вы также рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живой. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни также. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народам. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношение на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование? Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Благословит вас Бог. Шалом. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность. Возможность давать. Иисус сказал блажение давать, чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сейте. Благодарность мы вышли в вам аудиопроповедь Рамина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смелая и вдохновляющая. Простая и ясная. Эта книга-откровение расшифрована. От Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга-откровение расшифрована. Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране. Или на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода. Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса»